Евгения Августина 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 Первые матчи в студии, к нам приезжали различные художники из Москвы, мы прям болели за наших. Другие матчи мы уже в гостях были. Матчи я не посетил, то есть мы работали, творили. Футбольные шедевры тоже в каком-то смысле. И как бы болели за наших активно. Удивили наши спортсмены? Очень. Ожидали от них такого результата? Никто не мог подумать. Четвертий финал. Антон, вам какая игра больше запомнилась из всего чемпионата? Если брать из всего чемпионата, то мне запомнилась игра Япония-Бельгия. Отличный матч, где японцы забили два гола и к 55-й минуте вели 2-0. Это игра на вылет, плей-офф. Потом бельгийцы собрались и забили три. Отличные голы. Еще матч был Аргентин-Уругвай. Отличный 4-3, много голов. Жаль, конечно, Леонид Месси, но ничего страшного. Наверное, повезет в клубной карьере. Хочется отметить, что жители Одинцовского района не только следят за чемпионатом мира по футболу, но и проводят свои турниры. Один из них в памяти Эдуарда Кшнякина прошел на стадионе в седьмом микрорайоне. Кто стал обладателем кубка, узнал наш корреспондент. В память о тренере и спортсмене на стадионе установлена мемориальная доска. Эдуард Кшнякин был одним из тех, кто участвовал в создании спортивного объекта на вокзальной. Сегодня на этом поле тренируются профессионалы и любители, взрослые и дети. Место есть для каждого. Он был организатором всех мероприятий на стадионе. Футбол, День леса. Он занимался спортом. Легкая атлетика, перетянемка, гиревый спорт. Хоккей. Это был один из лучших хоккеистов города. Вот решили. Первый раз провели футбольный матч. Понравилось. Второй раз. И затем уже официально мы начали проводить это. И сегодня это уже 13-й раз. 13-й год. Дочь продолжает дело отца. Юлия мастер спорта по фехтованию. Все, чему научил ее Эдуард, она передает подрастающему поколению и своему сыну. Важно, что действительно есть память. И каждый год не забывает нас, самое главное, моего папу. Растет поколение, которое очень любит тоже спорт. И надеемся, что пойдет по стопам папы. Футбольный турнир памяти Эдуарда Кшнякина проходит уже 13-й раз. Выиграть в этом первенстве почетно. Основная борьба разворачивается между командой «Мебельщик» и сборной «Арбата». Все приходят сюда, во-первых, получить удовольствие. Насладиться общением со своими партнерами, друзьями. Турнир ежегодный и традиционный. Все приходят, собираются, отдыхают, общаются. Ну и, конечно же, борются за первое место. Никто не отменял борьбы, накала. Ровно месяц остается до старта Чемпионата мира по футболу болельщики в ожидании самого грандиозного события года. Стараются достать заветный билетик и насладиться настоящим футболом. Да, я поеду на Волгоград-арену на матч Исландии-Нигерия. Уже купил билет, уже оформил паспорт болельщика. Жду этого матча, съездю, посмотрю. И планирую еще посетить хотя бы один матч, который будет в Москве. Человек жив, пока жива память о нем. Друзья и коллеги Эдуарда Кшнякина продолжают его дело. Развивают массовый спорт в Одинцовском районе. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о футболе и об искусстве, между прочим, в котором тоже отразилась футбольная тема. Телефон прямого эфира 8495-508-86-84. Сейчас по полю там бегали мальчишки. Антон, себя в них узнаете? Как футбол в вашей жизни появился? Да, конечно, знаю, очень радостно видеть. Но футбол, как бы, с самого детства со мной. Мой отец занимался футболом, то есть мне было суждено. То есть вариантов не было? Вариантов не было. Конечно, я попытался меня отец куда-то отправить на ту секцию, на другую. Но я сказал, что нет, только футбол и ничего кроме. То есть живу футболом полностью. И сейчас занимаюсь детьми. И вот федерация футбола, то есть развитие районного футбола, Одинцовского, нашего родного. То есть живу этим делом, очень нравится. Дима, я так понимаю, что тебя в детстве футбол не очень увлек? Занимался футболом совсем немножко. В ранних же, там, в первых классах. Больше, наверное, занимался спортивной гимнастикой. С раннего вообще детства. До 12 лет. И потом получил травму и ушел в искусство. А сейчас не бывает, не встречаетесь? Может быть, тоже какие-то матчи любительские с друзьями? Вот на самом деле надо заниматься спортом. Надо играть в футбол. Для здоровья очень полезно. Но, увы, нет у меня времени на это. Ну да, даже во время чемпионата все смотрели, а Дима рисовал за биваку. Не обидно было? Да, нет. Мы же рисовали ее, наши выигрывали. Действительно. Вот надо было продолжать. Дима, зачем вы завершили за биваку так рано? Антон, если говорить о футболе в Одинцовском районе, достаточно ли у нас инфраструктуры для того, чтобы он гармонично развивался? Всего ли хватает спортсменам? Ну, именно что считать города. Здесь у нас находятся четыре стадиона. Из них три натурального покрытия, одно искусственное. Ну, и Андрей Робертович пообещал нам сделать на центральном стадионе хороший искусственный газон, чтобы можно было заниматься круглый год. Вот, немножко не хватает, чтобы разгрузить. Все-таки там у нас участвуют и 12 детских возрастов, и ветераны, и мужики, и дети. Вот, то есть все ложится на этот стадион, вот по вокзальной 39, где, кстати, проходил турнир Кшнякина, уже традиционный, то есть не хватает. А заниматься хотят многие, очень многие. Спрос на футбол, футбольный бум, чемпионат мира, очень вырос. Все хотят, ну, не только 3-4 месяца, как вот натуральные поля, потому что потом, как погода у нас портится, сразу же все опять-таки идут на одно наше поле, то есть не справляется. Чем быстрее мы сделаем искусственное поле с освещением, тем будет больше ребят, что касается именно города. В районе тоже хватает стадионов. Горки-2 отличный, шикарный стадион. Жаворонки хороший стадион. Мы там проводим чемпионат Одинцовского района, также по детям, также по взрослым, по ветеранам. То есть футбол, футбол очень много, много турниров, то есть открывается, также и залы открываются для мини-футбола. Вот, в Одинцово тоже есть искра. Вот, есть, то есть условия для этого есть, но хотелось, как всегда, большего, конечно, чтобы это чем больше, тем и болеет, тем и больше ребят, тем интереснее будет, больше болельщиков. Это же спорт номер один, массовый очень футбол. Это, я считаю, что это самый демократичный, самый, купил ребенку, там, кроссовки, и он играет круглый год. Это не хоккей, где экипировка нужна с ног до головы. Да, да, хотя у нас город очень спортивный. Посмотрите, какой у нас волейбольный центр, посмотрите, какой хоккейный дворец. Просто шикарные условия. То есть для этих спортсменов все есть, а футболисты немножко обделены, и из-за этого немножко есть такая вот обида. Ну, это не обида, ничего. Футбол тоже, знаете, и по плохим полям играют. То есть когда условия для русского человека, чем хуже, как говорится, условия, тем мы лучше играем и еще так далее. То есть, ну, это не такая большая проблема. Я думаю, это решаемое. И в ближайшем будущем, то есть будет у нас стадион хороший. Вот, кстати говоря, а каждый ли мальчишка может стать хорошим футболистом? Какие способности, данные должны быть у ребенка, чтобы мама понимала, вот, будущее пиле растет. Можно отдавать в футбол? Да можно, конечно. Но это нужно терпение родителей, потому что по практике родители хотят всего и сразу, чтобы 7-8-летний ребенок уже мог отдать передачу, забивать и разворачивать. Это все нужно немножко терпения, доверие огромное тренеру. Не вмешиваться в этот процесс. Тогда будет результат. И с ребенком беседовать, и ни в коем случае не давить, а дать ему насладиться детством и футболом, чтобы он его полюбил и не бросил в 15-16 лет, а просто прибавлял и настраивался уже на большие клубы, на профессиональный спорт, так сказать. А вот в эти профессиональные клубы легко ли попасть? Потому что иногда походишь по площадкам, и там рассказывают страшилки, что попасть просто нереально просто так, даже если это пиле в будущем растет. Это нелегко, скажу сразу, это нелегко. Нужно пройти определенную лестницу от дворового. Если родитель захотел, и во дворе играл у него ребенок, и он хочет в «Спартак», «Локомотив», «Динамо» или «ЦСК», так не получится. У нас отличные, как бы, есть ступени для этого. У нас Одинцовская спортивная школа, которая участвует в премьер-лиге Московской области. Это высшая, как бы, ступень Московской области по футболу, премьер-лига. Вот, можно туда прийти. Там разделены все на возраста. Это 12 возрастов. Это совершенно все бесплатно. Это бюджетное учреждение, которое там занимается более, наверное, 600-700 ребят. И оттуда нужно сначала с обычной площадки во дворе, в которых очень много в Одинцову на данный момент, попасть в эту спортивную школу. Тренировки также проходят. На вокзальной 39, видите, как загружено. Там тренер видит в вашем ребенке плюсы-минусы, обучает его, потом он прибавляет, и уже играя на этом уровне, его замечают и берут в училище Олимпийского резерва или вот как в клубы на уровень высший. Такие вот. В Москве это, причем, Москва номер один в России. Все ребята с регионов, там и Саратова, Воронежа, Волгограда, все сюда везут. А мы рядышком, то есть у нас это немножко упрощает наше туда попадание ребенка. То есть нужно терпение, нужно это все грамотно, не нужно сразу везти на какие-то просмотры в ЦСКА, что вот у меня хорошие, какие-то деньги сувать. Это все стереотип наш какой-то выработался, что все у нас в коррупции, все поросло. Ни в коем случае. Все это нужно спокойно дать ребенку, довериться тренеру, потому что хорошие специалисты работают, и у него получится. Кстати говоря, у нас на столе сейчас мяч чемпионата мира, правильно? Дим, вот как художник, как оцениваешь оформление? Что ты в нем видишь? Расскажи, а характеризуй. Такой необычный мячик. Мне нравится. Я так понимаю, что цветовая гамма там менялась, да, в зависимости от того, что это за матч идет. А вот расскажите. Ну, на групповом этапе чемпионата мира, где играли еще не на вылет, а могли бы случаться и ничьи, и победы, и поражения, где набирали очки, и выявлялось из четырех две лучшие. Там был мяч с вот этими вот кубиками, он был черно-белый. Когда началась стадия плей-офф, так сказать, на вылет игры, одна восьмая, одна четвертая, то немножко цветовую гамму изменили, добавили красного к квадратике. Это изначально задумывалось, да? Да, это изначально задумывалось, причем не первый чемпионат. Называется мяч Телстар. А вот этот именно мяч называется Телстар. Мечта. Но на финал нас ждет сюрприз от этих производителей, этих мячей. Мне кажется, что он будет золотыми. Не красными, а золотыми. Дима опять как воду глядел, поэтому, наверное, и золотой забивак. Или, может быть, мяч поэтому золотой, что у нас золотой забивак появился. Вот, кстати, Дим, ну, давай еще раз расскажем телезрителям, как родилась идея золотого забиваки. Был объявлен конкурс. Вот, и я решил в этом году выполнить концепцию чемпионата мира по футболу, да, в своем стиле. Вот, и сделал такую вот скульптурную композицию на фасаде по адресу Чикина 6, да, именно с золотой собакой-забивакой. Ну, мы же не можем использовать официальный символ, то есть он запрещен. Чтобы люди понимали. Мы сделали, да, забиваку, мы сделали именно ее золотую, которой нету. Может быть, предугадали. Но при этом хочется заметить, мне кажется, предугадали, что, ну, не принято считать художника опасной какой-то профессией, да, а вот в данном случае, по-моему, это очень было опасно. Не страшно подниматься на такую высоту? Ну, мы уже привыкли. А изначально страха не было? Ну, конечно, не боится, мне кажется, только сумасшедший. Понятно. Кстати, Антон, как вам забивака? Ну, отличный талисман, забивака, то есть, значит, если наша сборная показала такие шикарные результаты, значит, был не зря выбран такой, то есть там было, я помню, что несколько вариантов, там были звери какие-то, но выбрали именно собаку, вот эту забиваку. Вот, хотя следующий мой вопрос. Многие считают забиваку собакой, и мы, кстати, с Димой, это тоже, это же волк. Вот почему все считают забиваку. Ну, он такой очень дружелюбный волк, наверное, поэтому... Ну, вот мне кажется, что волк, да, как-то не подходит, да, потому что такой агрессивный хищник. Волк агрессивный, а собака это... Собака, да. Труп человек. Я всегда думал, что это какая-то хаски, знаешь, такая пара. Ну, она похожа, действительно так и есть. Но, кстати говоря, забивак это не единственный граффити, который Дима сделал к чемпионату мира. Буквально в процессе родилась еще одна идея. Она была реализована в горках десятых. Там было... Кстати, на каком здании? Нам позвонили болельщики и прям попросили очень-очень, говорят, ребята, мы понимаем, что вы очень сильно загружены, да, ну, пожалуйста, приедьте прям вот... Да, нам срочно к чемпионату мира, как бы, да, к матчу России-Хорватии сделать нам Акинфеева. Ну, вот, несмотря на загруженность, Дима приехал и сделал. И как это происходило, давайте посмотрим. У кого нога? Это нога у того, у кого надо нога. Пожалуй, после победного сейва Игоря Акинфеева в России не осталось ни одного человека, так или иначе не пошутившего насчет его быстрой и удачливой ноги. Не случайно именно этот момент был выбран Дмитрием Левочкиным и его напарником Евгением Чесом совместно с футбольными фанатами из Горок Десятых для нанесения на стену местной электроподстанции. Мы не могли отказать с моим другом российским болельщиком и сделали наконец-таки реализовали фразу «золотая нога бога» Акинфеева. Импровизация, полная импровизация, то есть исходя из фотографии того самого легендарного отбивания удара сейва, вот мы как раз-таки и делали эту работу. Для профессионалов такого уровня сама работа была технически нетрудной. В общей сложности на нее ушло всего несколько часов. Зато теперь один из самых памятных моментов российского чемпионата мира будет не один год радовать глаз болельщиков, возвращая их к приятному моменту торжества отечественного футбола над испанской красной фурией. Едва появившись в соцсетях, изображение галкипера сразу завоевало симпатии интернет-пространства. Техника смешанная и какой-то экспрессионизм и граффити традиционный на фоне и какие-то надписи связанные именно с таким фан-месседжем. И, конечно же, элементы реализма, то есть сама Кенфеев. Говорить о том, сколько баллонов ушло на полотно, художники не стали. Рисовали от души и краску не считали. Сказали лишь, что продержится она на бетонной стене долго. Напомним, буквально несколько дней назад Дмитрий Левочкин получил специальный приз регионального конкурса граффити, посвященного футбольному чемпионату мира. Поэтому жители Горок-десятых могут по праву гордиться новой достопримечательностью поселка, вышедшей из-под баллончика настоящего мастера. Дим, то есть Акинфеева, судя по видео, вы рисовали прямо с реальной фотографии? Да. Никакого эскиза предварительно не делали? Не было никаких эскизов, то есть полная импровизация. Мало того, изменяли лицо, потому что на том сейве, который запечатлели все социальные там паблики, да, он не очень удачно получился. Такое ощущение, что на стоп-кадре поймали. То есть он не похож был на себя. Мы брали фотографию к Акинфеева, где он нормальный, да, и именно ракурс поворачивали, чтобы... У тебя была работа усложнена. Ну, такая, да, поинтереснее то есть сделали. А, собственно, тот, кто просил сделать это граффити, показался художникам? Нет, не показался, вот, но он, видимо, просил всех болельщиков, там было очень много людей, кто делал селфи, фотографировались, очень много выкладывают. В средствах массовых информаций там вообще целый бум идет. Вот, кстати говоря, даже выложили фан-клуб Акинфеева ВКонтакте. Они оценили работу Одинцовских художников, хотя Евгений, честно, так понимаю, не совсем Одинцовский художник. Да, это московский художник, вот, завтра улетает в Милан на фестиваль рисовать. Мы сидим дома. И болеем. И болеем, да, дальше. Да, и, кстати, чемпионат-то тоже продолжается. Вот, если возвращаться к футболу, какие ошибки допустили наши футболисты? Как вы думаете, почему дальше, к сожалению, пройти не получилось? Мне кажется, что просто был сложный матч, игра за игрой, да, сложная команда. И, мне кажется, они так показали очень хороший результат. Вот. Именно усталость. То есть, физическое. Нервное напряжение. Да, и нервное тоже. Антон, как вы думаете? Конечно, сложно играть два матча по 120 минут. Вот они с испанцами. Испанцы просто всех так возят, что невозможно отобрать мяч. Наши выстояли, наши победили. Отдали кучу эмоций. То есть, прошло буквально чемпионат мира, это скоротечный турнир. Прошло буквально три дня. И уже с хорватами, хотя и у хорватов тоже было 120 минут, но там такие люди, как Модрич, это Реал Мадрид, Барселона, там тоже очень сложно против них бороться. Наши выстояли еще и... Наши показали, что и они не лыкут шипы. Конечно, они еще в конце сотворили такое, никто не верил, а мы сравняли, вышли, пенальти, ну и на пенальти немножко не повезло. Я считаю, что это не повезло. Наши играли достаточно хорошо, уверенно, на домашнем чемпионате. Видно было, что они, как бы, болельщиков этот дух приняли и отдавались полностью игре. Вот это было приятно, то, что они повернули зрителя к себе, болельщика. То есть, вот это очень было приятно. 8-495-508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? У вас такое, жительница Горисовна. У меня, знаете, вопрос вот не по теме передачи. Я все время смотрю на экран и вот фигура женщины, я не знаю, это как, сниму один слову или что-то такое, свет ее над головой и что-то крылочки там. Вы знаете, у меня все время вопрос возникает. А не похоже ли эта фигура на ту, которая стоит в Украине? Вот я хочу это понять. Вот чем-то она напоминает. А где эта фигура женщины стоит? Вот у вас как-то на экране сейчас это показано. А это Стелла, Стелла, да. А вот давайте мы этот вопрос адресуем Дмитрию. Дима, прости. Я не совсем понял про какую фигуру. Это Стелла с 2000 лет со дня Рождества Христова, которая стоит возле Ледового дворца. Мне кажется, ты там был недавно, поэтому вот вспомнил. То есть про нашу Стеллу, да? А вот на Украине какая, честно говоря, по-моему, где-то на площади в Киеве. Я бы понял, про какую Стеллу тоже на Украине говорят. Вот. На самом деле, это же, насколько я знаю, Ника. Вот. То есть, как бы вообще символ. Он дается, как бы, и в наградах в различных. Ну, то есть, это такое, как бы, мировое символ. В принципе, у нас Ника здесь? Мне кажется, да. На память приходит, что это Ника, если я про эту думу. Вот. И, как бы, я бы, наверное, не характеризовал бы как-то по нациям. То есть, это может быть везде. Это как... На Поклонной горе, между прочим, тоже Ника. Ну, да. То есть, здесь, здесь, как бы, да. Это то же самое, что, например, Иисус Христос, там, во многих странах тоже увековечен в скульптуре. Ну, тут, да, наверное, хочется спросить, ну, похоже, и что? Да, то есть, к Одинцову, как бы, ну, это не то, что даже к Одинцову. Это у нас-то символ, мы все знаем, какой, да, то есть, у нас есть единичка, есть у нас и олень. Вот. Вот. И Ника, она, как бы, просто, мне кажется, к месту просто стоит именно как символ. Тем более, рядом Ледовый дворец, и там победа очень важна, кстати, Дима, ты, говоря о победах, раз уж мы заговорили, был на приеме у губернатора. Расскажи о впечатлениях, волнительно ли это было? Ну, я уже не первый раз, вот. Поэтому уже переборол. Уже как-то, да, нормально. Вот. Все прилично, все хорошо. Показали новые проекты, вот, обещали помочь в реализации. Много коллег по цеху, скажем так, показали свое творчество, пообщались, нас наградили. Собственно говоря, продолжаем дальше работать. Мне интересно, вопрос такой, конечно, он несколько философский, Дим, да? Наград много. В общем-то, художника можно назвать признанным. Как удается не зазнаться? Ну, я не знаю, я не думаю о наградах, не думаю, у нас же жизнь не заканчивается. То есть, мы развиваемся. Мы еще в процессе, как сказать, развития. Я считаю, что мы вообще на начальном пути. То есть, наверное, когда одеваешь корону, уже понимаешь, что все, дальше идти, наверное. Нет, я думаю, что если ты одеваешь корону, значит, уже все, стоп. Значит, ты уже все умеешь, да? То есть, уже не к чему развиваться, а мотивация как же? Вот. Не знаю, мы занимаемся любимым делом, то есть, я не считаю это какими-то там достижениями, там, делаем то, что нравится. Мы развиваемся. Антон, кстати, а вы, мальчишек, учите все-таки стремиться к победе или получать удовольствие от игры? Быть честными, быть спортивными и вот в первую очередь на этом упор или на победу? Совершенно верно. Во-первых, это просто на первом этапе, чтобы ребенку, чтобы нравился этот вид спорта, все, конечно же, через игру. результат он придет, если хорошо с ребенком работать и привить ему любовь, он потом тебе отдастся вдвойне, нежели ты будешь на результат с первых дней давить на него, что-то, какие-то негативные вещи ему высказывать. Все-таки, я считаю, что это неправильно. Вот. В детском возрасте нужно, чтобы он полюбил этот вид спорта, чтобы приходил на тренировки с улыбкой, уходил веселым и хотел играть еще и во дворе и прийти к тебе снова. А если результат, результат должен быть уже в профессиональных командах, уже когда ты настроился и уже ты закончил школу, тогда уже тренер вправе из тебя требовать, вправе тебя где-то и словцом прикрикнуть или еще что-то. Вот. Ну, я считаю, что не нужно такого в детском возрасте какие-то результаты ни к чему. Главное, чтобы играл, получал удовольствие. Ну, конечно же, хочется результата любому тренеру. Без этого никуда. Собственно, все взаимосвязано. Конечно, да. И как практика, что если ты будешь к ребенку давать такое, он тебе сам вернет рано или поздно, он тебе отдаст это в любом случае. Придут и награды, и призы, и медали, и все будет. Дим, ты сам в начале программы эту тему затронул. Вот предлагаю немножко продолжить. Ну, есть какая-то взаимосвязь, как нам показалось в редакции, между золотым забивак и успехом нашей сборной. Ну, прям везло. Ну, хотя как везло, понятно, они трудились. Вот, как ты думаешь, случайность? Ну, конечно, случайность, это совпадение. вот, но мне кажется, то, что самое главное, да, вообще, в любой профессии не обязательно это там спорт или не спорт, да, это сама мотивация и желание саморазвиваться, то есть, прийти именно к какому-то такому успеху, не то, что как бы материальному, да, именно в этой профессии, которую человек осваивает, усовершенствоваться, быть лучшим в этом и чтобы другие эту энергетику подхватывали, да, эту искру и тоже дальше развивали. То есть, вот это самое, мне кажется, важное. То есть, человек должен настолько фанатеть своим делом, да, чтобы у него шло развитие, то есть, он должен усовершенствоваться. Мне кажется, поэтому и испанцы, когда вот, Барселона, как легендарный, да, клуб, они взяли все награды, сколько там, только можно было раз. Вот, и бразильцы, помню, что же были, да, до них и аргентинцы. То есть, это проходит по этапам. Вот я жду, когда у нас, именно у российской сборной, вообще в российском футболе начнется вот этот бум, когда мальчишки молодые, да, будут настолько желать владеть мячом, да, и по нему, наверное, так соскучиваются, чтобы прям, знаешь, вот, всем показать. Выиграли чемпионат. Ну, и технику, да, как бы, совершенствовать, чтобы в других странах говорили, нифига себе, как круто, они владеют мячом. Ну, самое главное, мне кажется, наша сборная, вот Антон сказал, она заставила нас поверить в себя, ведь никто особо не верил, когда мы шли на чемпионат, ну, домашний, ну, из группы выйдем, и будет праздник, хотя, иначе не особо рассчитано. А мы вышли из группы, одна восьмая позади, и вот, собственно, испанцев обыграли, и обыграли совершенно не стыдно, и даже, в общем, это проиграли, мы тоже совершенно не стыдно за наших ребят, они, как мне кажется, с непрофессиональной моей точки зрения, сделали все, что могли. Поэтому мальчишки, наверное, пойдут заниматься футболом, и вот, кстати, у нас матч между Англией и Хорватией, вот буквально через несколько минут начнется, за кого будете болеть на нем, и кого хотели бы увидеть в финале, ну, и, соответственно, победителем. Я, наверное, за французов, очень уж они мне нравятся, техника, скорость, вот, совершенно такой другой футбол, такой на порядок выше. Дим, ну, они же так некрасиво тянули время, матчи с бельгийцами. Ну, это тактика, это же игра, футбол, это же не только, как бы игра ногами, да, то есть это же еще игра главы, вот. В прямом, в переносном смысле? взять того же там, Наймара, да, то есть вот этот вот мем, который сейчас во всех соцсетях гуляет, вот. Это же все тактика. То есть Дима за Францию, Антон? Во-первых, сегодня полуфинал Хорватия, Англия, я в этом полуфинале за Англию, ну, и, конечно, финал Франция, Англия, это сумасшедший финал, и я, наверное, выберу Англию, потому что чемпионат Англии мне, как бы, по душе, там, отличные команды, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, то есть сумасшедшие скорости, лучший чемпионат мира, вот, и если Англия давненько не выигрывала, выйдет, ну, и Франция, конечно, там, такие люди, как Мбаппе, там, Гризман, тоже отличные составы будут шикарны, вот, ну, посмотрим, как, во-первых, сегодня с хорватами, ну, а так, в целом, за Англию, и в финале тоже, наверное, буду за Англию, потому, что все-таки родоначальники футбола давненько не выигрывали, и, ну, просто нравится английский чемпионат, больше из-за этого. В любом случае, матч, я уверена, и сегодня, и 15-го числа будет очень красиво, интересно, будем надеяться, что и играть будут честно, ну, а все-таки через 4 года будем надеяться, что и нашу сборную увидим. В Катаре победы, ждем следующий чемпионат мира в Катаре, и, я думаю, мы, как минимум, в финале должны. Дим, но это надо будет запечатлеть. В Катаре пригласятся, запечатлю. Нет, давайте запечатлеть. Вот, нет, правильно, надо все-таки своими глазами видеть то, что нужно потом запечатлеть. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Мы больше не отнимаем у телезрителей время, и нашим гостям нужно добежать, потому что совсем скоро, меньше 5 минут осталось до матча Хорватия-Ангре. Всем приятного просмотра, спасибо, что были с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok